В первой поликлинике Ольга Дубленых работает медсестрой несколько месяцев. В июне девушка закончила медицинский колледж. В штате числится, как молодой специалист и получает чуть более 11 тысяч рублей при достаточно серьезной нагрузке. В кабинете работаю 4 часа. Помимо часов приема мы ходим по домам, делаем назначения, уколы, либо прививки. Кого вызываем, на флюорографию сделать, чтобы... Вместе с Ольгой в первой поликлинике сейчас 12 медсестер. Штат укомплектован на 62%. Дефицит кадров сейчас есть во всех медучреждениях Иркутска. Решать эту проблему городские власти намерены, поддерживая молодых специалистов финансово. Соответствующая инициатива мэра Дмитрия Бердникова получила единогласное одобрение депутатов муниципальной думы. С 1 января 2016 года каждому из врачей и фельдшеров будет единовременно выплачено по 100 тысяч рублей. Медсестры получат по 50 тысяч. Кроме того, муниципалитетам предусматривается помощь при оплате аренды жилья в размере до 5 тысяч рублей ежемесячно. В 2016 году на эти цели в городском бюджете будет выделено около 9 миллионов рублей. Когда человек приходит после медицинского училища или института, у него никаких надбавок где-то вообще. У него нет ни стажа, нет ни категории, ничего. Здесь самое время показать ему помощь, чтобы он встал на ноги, чтобы поднялся. Пользоваться этой мерой, дополнительной мерой соцподдержки будут молодые специалисты, которые впервые поступают на работу в наши поликлиники, женские консультации, травматологические пункты и на станцию скорой медицинской помощи. Мы предусматриваем эту меру поддержки для лечебных учреждений, которые находились в муниципальной собственности до 1 января 2014 года. Начинающий медик сможет получить подъемные после трех месяцев со дня заключения трудового договора. Затем он должен будет отработать по специальности не менее трех лет. В противном случае полученные выплаты ему придется вернуть. Мария Кириллова, Константин Синицын. Новости сейчас.